Вести Дагестан Вести Дагестан Вообще меня всю жизнь восхищает вот эта многонациональность, многокультуре, многоязычие, которые у нас есть в Дагестане. Это все равно, что когда ты поднимаешься на Альпийские луга и видишь тысячи разных цветов. И это составляет такой ковер очень красивый. Когда по различным залам Дагестанского радио ходишь, то около 47 тысяч записей, которые сегодня находятся в архивах Дагестанского радио. Это огромный потенциал. Это и музыка, и песни, и рассказы разных людей, и голоса многих выдающихся людей, которые оставили свой след в истории и культуре Дагестана. И поэтому я считаю, что поколение многих людей, которые сохранили это Дагестанское радио. Дагестанское радио, оно для нас один из самых важных был источником и просвещения, и приобщения к цивилизации. И это открывало нам такой просвет во весь мир. Я помню, когда был в 61-м году, я еще, наверное, в седьмом классе я был. И я помню, это позывнее, когда Гагарин полетел. Тоже светское радио все это передавало. И после моего приезда, одна из первых таких акций с моей стороны была, это восстановить вот эти радиоточки в районных центрах Дагестана. Потому что радио – это наша как бы первая любовь. Более того, я даже сегодня сказал, что радио в моем представлении, оно чистое такое, как родник. Поэтому я хочу сегодня всех дагестанцев поздравить. Не столько с наступающим Днем Победы, я еще буду это неоднократно делать, но и с наступающим Днем Радио, дагестанского радио. Чтобы наша совместная работа сделала наш Дагестан еще более достойным, еще более красивым. Но каковым хотели видеть наши отцы, дети, прадеди, отдавая жизнь за нашу Родину. В селе Чирюрт-Кизирюртовского района прошло открытие памятника солдатам-победителям. Торжественной церемонии приняли участие глава Республики Рамазан Абдулатипов и председатель Народного собрания Хизриших Саидов. О предстоящем праздновании 70-летия Победы говорили на очередном заседании члены Республиканского совета ветеранов. Председатель Дагсовета ветеранов Магомед Керимов напомнил о том, что 185 тысяч дагестанцев воевали на фронтах Великой Отечественной. На сегодня в живых осталось лишь 403 участника войны. Кроме того, в Республике проживают 4000 вдох, более 18 тысяч тружеников тыла и 11 локатников. Было также отмечено, что 7 мая в Махачкале пройдет парад наследников Победы, а уже 8-го – форум в Доме дружбы с участием главы Республики. А Дня Победы – ветеран войны Илья Сказиханов. Время Победы для нас – это самый большой, самый светлый, самый незабываемый праздник не для моей семьи, а для всего народа. Войну победили мы, значит, благодаря нашему советскому высокому патриотизму, дружбу народу. Вот в современное время молодежь, говорят, нехорошая, я говорю хорошая молодежь. Надо воспитывать ее духи советского патриотизма. Мы были великими патриотами страны, которые разгромили немецких фашистских захватчиков. Победили в этой войне и великий патриотизм, и дружба народов, и мощь наших вооруженных сил. Министр труда и социального развития Дагестана Марик Баглиев в рамках проекта «Открытая власть» провел пресс-конференцию. Он, в частности, рассказал о работе, проводимой к 70-летию Победы, об участии в реализации государственной программы Российской Федерации, в том числе программы «Доступная среда». 13 мая Дагестанская государственная филармония Министерства культуры Дагестана приглашает всех в Большой зал Русского театра на открытие 8-го международного музыкального фестиваля «Портпетровские ассамблеи». В этом году его открывает арт-проект «Тенора XXI века», который уже 9 лет с большим успехом идет на лучших концертных площадках нашей страны и за рубежом. Какие еще концерты пройдут в рамках фестиваля, сообщил директор Дагестанской государственной филармонии Абакар Хайрулаев. Второй концерт состоится 21 мая в Комиксском театре. Приезжает к нам из США, из Америки, пианист Михаил Яновицкий. Известный пианист, но он уроженец России и Санкт-Петербурга. Выучился, потом перебрался за границу и сейчас концертирует по всему миру. Третий концерт состоится 27 мая. Вечер с крипичной музыкой. Известный исполнитель Гайк Казазазьян, лауреат множества международных конкурсов, солист Московской филармонии. Приедет к нам с популярнейшей классической музыкой, с крипичной. А концерт, наверное, будет из отделений. Так, одно отделение с камерным оркестром, одно отделение с пианистом. Но это еще вопрос пока решается. 5 июня мы ждем знаменитый биг-бенд, чаз-оркестр из Ростова, из центра Кима Назаретова, со своими солистами. Следующий исполнитель, сетянка Олег, тоже выходец из России, но ныне он концертирующий по Европе, по странам мира. Постоянная у него прописка сейчас в Финляндии. Сам флейтист с нашим камерным оркестром. Я бы назвал его концерт «Волшебная флейта из Финляндии, Дагестана». 15 и 16 июня два концерта нам даст камерный оркестр Астраханской областной филармонии. Они были у нас где-то года 4-5 тому назад. Мы решили в этом году снова вернуться к ним. 15 июня концерт в Кумыгском театре и 16-го в Диапенте. Далее заключительный концерт фестиваля состоится 24 июня. К нам приедут солисты фонда «Таланты мира» Давида Гвинианицы. Этот концерт называется «Труба дуры». Программа будет представлена тремя великолепными вокалистами – тенор, баритон и бас. Все знаменитые песни о любви всех народов всего мира. Победители второго телевизионного конкурса фестиваля «Патриотическая песня с песней к победе», финал которого состоялся накануне в Махачкале, возложат венки к памятнику воина-освободителю в Берлине. Напомним, что этот конкурс-фестиваль проводился в Дагестане во второй раз. Два победителя Олимпийских игр и семь чемпионов мира по вольной борьбе примут участие в чемпионате России, который пройдет 8-10 мая в Каспийске во дворце спорта имени Алиалиева. Самая ожидаемая схватка турнира – соперничество действующих чемпионов мира и Европы Дениса Царгуша и Анюара Гедуева весовой категории до 74 кг. Еще одно противостояние действующих чемпионов мира и Европы ожидается в весе до 65 кг. Между, соответственно, Сосланом Рамоновым и Магомедом Курбаналиевым. Отметим также, по итогам турнира будет сформирован круг претендентов на участие в первых европейских играх в Баку и чемпионате мира в Лас-Вегасе, на котором будут разыграны первые лицензии на Олимпиаду 2016. Матч на Суперкубок России по рейдбе среди мужских команд пройдет в День Победы на стадионе Динамо-Махачкале. Почетные трофеи в столице Дагестана разыграют Красноярский Енисей СТМ и Московская Слава ЦСП. Вы слушали информационный выпуск «Вести Дагестан». Субтитры создавал DimaTorzok